Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами продолжаем говорить, и точнее уже заканчиваем говорить о танках за черную пятницу. На этот раз вышли три последние машины со скидкой в 50%. Это Муз черный, ну то есть Шварцпанзер 58 практически, Шварценеггер. И шесть черных за 1329 рублей и Т-34 Блэк 1349 рублей. То есть вот такие вот машины за такую вот цену. Сегодня мы поговорим с вами об этом. И я напоминаю то, что видеоролик вышел 25 числа в 7 часов по московскому времени. А танки эти продаются до 12 часов по московскому времени этим днем. Поэтому те, кто уже будут писать мне в комментарии, я уже вот, отвечаю, предчувствую такое, что Лол, да ты не успел, нужно было раньше. Я успел, я сделал все вовремя, так как я уезжаю, видеоролик делается заранее. Я вообще его делаю 23 числа, это так, сведения. Это просто тем ребятам, которые будут, ну, обязательно какое-то дерьмище в меня кидать. Заранее предупреждаю то, что, ну, вот такие гневные комментарии не получится написать, придется что-то новое выдумывать. Ну да ладно. Давайте начнем с этих трех машин и начнем, наверное, с Т-34 Блэк. То есть тачка такая самая, наверное, популярная среди вообще вот всех этих ИСов шестых черных. Мутс так вообще черного нету, у меня даже реплей на него нету. Я обычно реплей мутса взял, потому что, ну, реально очень мало в нем катает, может, вообще пока не катает. Ну и, короче, давайте с Т-34. Что у нас здесь из сильных сторон? Это, конечно же, ну, орудия с некоторых сторон, с некоторых сторон это и слабое. Здесь хорошее бронепробитие. Вот за что Т-34 во все времена любили и, в принципе, брали? Это потому что он фармит хорошо и, наверное, после Лёвы это один из таких вот тяжей, который неплохо фармит. Что у нас? У нас ББшка, которая пробивает 248 с альфой в 400. Стоит она 1060, это, ну, я бы сказал, даже многовато для такой альфы. Но так как вы будете пробивать, в принципе, стабильно, то я считаю, это нормально. Летает она тоже 945, это, ну, в принципе, норма такая. Что касается голдового снаряда, пробивает он 297, что для тяжести намного. Наверное, рекорд среди всех тяжей. И стоимость 4800 летает тоже быстро 1181. То есть в плане снарядов и бронепробития, как бы, проблем у нашего черного парня, черного американца нет. Проблемы начинаются с другим. Это со сводкой, это с точностью и тому подобное. То есть, ну, окей, еще точность 0.35, это нормально, но вот время сведения 3.2, это дико много. То есть при всем фарше 2.8, 2.7, это предел мечтаний ваших. И вот с этим вы будете как-то что-то делать. ДПМа нету. То есть ты дал, ты пробил, как бы, но ты долго стоял, подставлялся и все. Насчет брони все знают то, что ее нету и ничем ты не танканешь, кроме башни. Ну, хотя та же башка пробивается, если выцелить, как бы, такую небольшую комбашенку. Вот она пробивается, пускай там и тоже она защищена, но пробить это можно. А так, в принципе, Т-34 танкует хорошо, но верхний, нижний бронелист, он пробивается абсолютно всеми. То есть верхний под наклоном 174, 169, это даже семерки, шестерки пробивает. И с этим, конечно, у нас проблема. То есть самая слабая черта этого танка, не то, что там сведение и все остальное, а именно вот слабый верхний бронелист. Если бы он хотя бы был на уровне какого-нибудь ИСа-3, там, 210, да, чтобы он что-то мог танковать. Хотя бы семерки и шестерки не пробивали. Да, было бы неплохо. Но так как он пробивается, в принципе, всеми на автоприцеле, это самая главная проблема. То есть это как-то неполноценный тяжелый танк. Ну и как следствие, мобильность такая же, да, он тяжелый, он танк большой, массивный, светится, по нему легко попадать. И, в принципе, кроме-то лобовой брони башни, и больше нигде нету, та же башня, она слишком большая, и ее пробивать очень легко с бортов или еще с чего-то. То есть на Т-34 слишком часто вы будете подставляться, это, наверное, один из главных минусов танка. Обзор 380, который не даст вам как-то пропасть где-то в поле, но, с другой стороны, из-за своей маскировки, из-за своих габаритов, то вас быстрее пересветят. Поэтому это такой плюс на минус. То есть какие сильные качества у данного танка? Это бронепробитие и все. То есть вот и все, ну и броня в башне, окей. Другие каких-то сильных качеств, я не знаю, мобильность, да нет, обзор 380 метров с такими габаритами, да тоже нет. Броня, ну кроме броня в башке и все, то есть от 50 на 50 орудия, да только бронепробитие, остальное там альфау, есть танки гораздо выше и с перезарядкой практически такой же. Время сведения, точность и другие показатели нет. То есть только бронепробитие и все. Вот это такой старый према, вот раньше этого хватало, сейчас, конечно, этого не хватит, нужен на гайб, на гиб на премах. И вот этого у Т-34 нету. То есть, ну, зачастую найти реплей, где нагнул на Т-34 или мне в бою бы такой игрок попался. Да это вообще практически из-за раздела фантастики. То есть, если у вас есть обычный, то это вообще точно не ваш, ну, как бы не ваш выбор, и его даже не смотрите. Я не знаю, кому он подойдет, коллекционерам, может быть, те, кто фанатеет просто Т-34, ему он очень нравится, тогда да. А всем остальным ребятам однозначно нет, поэтому поехали дальше, с Т-34 мы, в принципе, все поняли. Давайте начнем с этого же опять, и со шестого черного, как бы по одному тяжу прослишь, теперь давайте по советскому. Здесь, в принципе, мне кажется, даже у нас лучше все, потому что мы, во-первых, в льгот, во-вторых, орудие не такое косое, хотя, ну, тут, знаете, палка о двух концах. Время сведения 2.8, это, в принципе, то время сведения, которое вы можете сделать на Т-34, там, со всем фаршем, практически. А точно здесь 0.44 против 0.35, то есть Т-34 стреляет точнее, но на ней нужно дольше сводиться. И-6 стреляет, ну, как бы косее, но при этом он сводится быстрее. Вот, ну и в плане брони все-таки И-6 будет, ну, покруче. Окей, пускай башка не такая у него крутая, то, что его и верхнюю там часть башни пробивает и по башенкам, и по щечкам пробивает. Но вот в плане вообще верхнего бронелиста, конечно, он в разы, точнее, ну, такого слова нет, в несколько раз, скажем так, лучше по броне, чем Т-34. То есть 260 мм под различными углами, нижний бронелист 199, то есть здесь нижний бронелист крепче, чем у Т-34 верхней, и в этом, наверное, вся проблема. Также у ИС-6 есть небольшие фарш-борта, которыми он иногда что-то подтанкует, да и башня, в принципе, не самая хлипкая из бортов, 175-190, это тоже позволяет отбивать. Во все времена ИС-6 славился тем, что он как бы льгот, и на нем можно было нагибать, да, бронепробитие, пускай не самое топовое, хотя раньше оно еще было хуже, сейчас 186 основными снарядами и 225 голдой. Основной снаряд это ББшка, хоть на этом спасибо, если подкалибер был, было бы ужас. Но стоит он дорого, 1025 и летит медленно, 790, что нельзя сказать о подкалибере. Подкалибер уже летит около 1000, это уже, в принципе, ну, нормальный снаряд, хотя для подкалибера, ну, не очень быстро. И стоимость 4800, то есть в плане фарма ИС-6 я бы не сказал, что комфортная машина, ибо ББшек не будет хватать даже на столкновения с такими же тяжами, с тем же ИС-6 возникнут уже проблемы на бронепробитии. Если бы точность была 0.3, ну, не 0.3, хотя бы 0.33, чтобы особо не наглеть, то тогда можно было бы повыцеливать там комбашинки и все. С точностью 0.44, даже раскачанной, ну, окей, там, как бы выцеливать ты ничего не сможешь. Также у ИС-6 очень неплохая мобильность, то есть она, в принципе, такая на уровне, как у ИС-3, но ИС-3 чуть-чуть побыстрее едет. 35 максималка и 13.5 удельная мощность, то есть тоже неплохо, но вот обзор 350 метров это плоховато. Но, так как у нас гораздо меньше габариты, то в некоторых ситуациях мы даже и Т-34 пересвечим. То есть, подвести такой небольшой итог по ИС-6. Танк сейчас актуален? Я бы сказал нет. Если среди льготов, то есть, не знаю, тут же Супер Першинг, да тут же Тай-59, окей, которого не достать, но он играется гораздо лучше, чем ИС-6. И разберет его уж точно, я бы разобрал. Вот, пускай на голде, не на голде, без разницы, но разобрал бы. Вот, поэтому, кому покупать, я не знаю, опять-таки, может коллекционерам или тем, у кого ИС-6 нет и давно хотел, хотя есть основной, но он стоит дороже, чем этот, намного дороже. Поэтому тут, друзья, вы смотрите сами. Честно, я бы не советовал ИС-6 к вам в покупке. Ну и последняя машина, это Шварцпанзер 58, это немецкий средний танк, в принципе, это тот же самый МУЦ, который можно приобрести. И брать его сейчас или нет, опять-таки, однозначного ответа я не скажу. Ну, если рассматривать его по соотношению качества-цена, то это один из перспективных танков, потому что 990 рублей и премтанк 8 уровня и по ТТХ, он-то, в принципе, неплох. То есть он комфортен в орудии, окей, пускай, может, не все показатели, но все равно. Время сведения 2.3, нормально? Да нормально 2.2, там, 2 сделать или 1.9, хорошо. Но, там, та же точность 0.34, 0.32 и уже, в принципе, танк годный. Стабилизация не самая худшая. Окей, да, урон 250, нужно постоянно тынкать. Но зато бронепробитие 212 на основных, это, в принципе, нормально для СТ, это еще и ББшки. Под калиберой здесь летают очень быстро, 1478, стоят они 4400 и пробивают 259. И ББшки здесь быстро летают, 1150, стоит 300. То есть вот МУЦ по фарму очень неплох, если пробивать именно на ББш, то и нам игра и позволяет со своей точностью, со временем сведения. В принципе, неплохой ДПМ-то базовый, там он 1900 практически. То есть МУЦ очень комфортная машина и по мобильности, и по огневой мощи. Конечно, бы хотелось в мобильности побольше максималку, потому что, ну, удельная мощность 17. Окей, не самый быстрый, но пойдет. Но вот максималка в 50, это ограничение стоит. Ее, к сожалению, никак нельзя разогнать быстрее, может только с горки там чуть-чуть. И все. В этом самая главная проблема. Если бы было в 60, было бы вообще потрясающе. Обзор хорош 390, но это картонная СТ. Конечно, она не такая картонная, как CDC, да, здесь уже можно что-то подбивать. Есть маска, в принципе, башка там 150 в некоторых местах, есть что-то отобьет. Но все равно, чаще всего, это все пробивается легко, и какой-то большой трудности врагам это не доставит. То есть из этой троицы МУЦ, наверное, самый перспективный, и по цене он самый дешевый. И по ТТХ, и, в принципе, на нем играть-то более комфортно будет. Обзор 390. Орудие пробивное, не пробиваешь, ну, зарядил голду, в принципе, точная, сводится быстро. Мобильность, все при нем. То есть, ну, как бы вот такая СТ, некоторые кайфуют от нее, и мне уже писали в комментарии, давай быстрее сделай по этим трем машинам, потому что я хочу услышать о МУЦе. И если кто думал вот что-то купить себе, да, черное, вдруг, то МУЦ здесь самый такой, ребят, интересный вариант. Потом, наверное, ИС-6 и ТТ-34 в самом днище, а так, смотрите сами, я никогда не говорю то, что вот нужно вкладывать деньги или не вкладывать. Каждый решает сам. Если пришли за моим мнением, то я бы сказал то, что вот МУЦ, это такой танк, который достоин внимания, но вкладываться в него или нет, смотрите сами, посмотрите еще гайды. Может, у кого-то там из друзей есть, поиграете, и потом определитесь, нужен ли вам данный агрегат или нет. На сегодня, ребят, у меня все. Большущее вам спасибо за просмотр. Если не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал, мне будет очень-очень приятно. Лайк, дизлайк, комментарий, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»